всем привет это новый влог и начинается он с того что мы решили съездить за продуктами здесь по месту чуть-чуть просто всяких купить фруктов фикс прайс планирую зайти такой план я даже макияж не делала просто вот подобрала волосы заколкой и все первым делом фикс прайс пошли я пока вспомнила мне нужно жидкое мыло и зубную пасту обязательно купить ну и так по мелочи всякая конечно же пустыми руками мы отсюда не уходим обычно всегда полный пакет вот этот нам понравилась система мы сейчас еще почитаем вот что-то новенькое появилось xc белоснежная улыбка отбеливающая мне понравилось вот это из-за того что она еще идет с мятой ледяная мята вообще классно кстати мы и покупали фамилии когда-то это корейская зубная паста и я вот сейчас смотрела фамилия она стоит 280 рублей а здесь 149 но здесь возможно другая граммовка такое бывает фикс прайс и почему цена бывает ниже что другой ну другая граммовка хочу скунь пасты выберем дома будет понятно обзор покупочек он может корзину корзину уже взяли начну с пакетика fix прайс пятерочки были короче начнем с фикс прайс русская картошка супер чипсы со вкусом сыра большая упаковка я не знаю сколько тут грамм по 20 грамм огромная я бы сказала сейчас я найду чек и будут 79 рублей стоит такая пачка ну что достаточно выгодно я считаю так дальше мыло жидкое мыло для рук кокос и ваниль дайли джой мы уже такое мыло покупали только каким-то другим ароматом она мне понравилась здесь кстати сказать литр 400 за 106 рублей что тоже достаточно выгодно получается согласитесь плюс тут приятный аромат руки она не сушит мы лица хорошо хотя чаще всего если признаться я использую у меня есть пенка мыло для рук а это я использую чтобы стирать тряпку от робота пылесоса после того как он был полы но бывает и для рук используем она в любом случае хочется чтобы на руки не сушила и было нормальным так дальше какие-то новые ватные диски появились фикс прайсе такие вот прошитые ну вот как знаете прошитые пробитые это правильно назвать и это ребристые полосочки с одной стороны по всей видимости на этих дисках вот такая марка не знаю раньше такие не видела фиксе сто процентов хлопок а эффект прошитого края и рельефная поверхность то о чем я говорила но большая упаковка это 100 120 ватных дисков и сейчас скажу цену сразу еще по чеку для вас 79 рублей на них кстати в ценнике написано просто название искала долго так еще пасту решили взять сплат в этот раз зубную безопасное отбеливание и защита эмали надеюсь она мятная муж говорит ну какая она еще может быть наверное же мятная так люблю мятные пасты но еще у меня еще чуть предыдущего которые я вам магазине показывала ее еще чуть-чуть осталось если что я ею буду пользоваться потому что мне это прям вообще очень важно чтобы зубная паста была мятная еще потом куплю себе еще одну в общем 99 рублей за 80 грамм стоит она также как и вот та корейская которая вам показывала поэтому решили попробовать вроде сплат всегда пасты хорошие сколько раз брали так антибактериальные салфетки беру их уже не первый раз много раз брала здесь большая такая хорошая салфетка из нормальной ткани которая знаете не разваливается не комкается потому что салфетки бывают разные эти очень хорошие прям прям большая тканевая салфетка плюс антибактериальный эффект и также она приятная как будто с кремом чуть-чуть руки вообще не сушит даже увлажняет и запах приятный не содержит спирта в общем защита от бактерий ну в общем 99 процентов микробов говорят уничтожает мне они понравились классные салфетки наверное их машину положу посмотрим или дома буду использовать пока для дома использовала машине у нас другие были но они нам не понравились они были маленькие и как будто бы разваливались в руках странная как-то ткань была вот еще эти еще вот знаете что они очень хорошие ментас по 30 а салфетки то почему я говорила 99 рублей влажные салфетки такие но тут большая пачка 120 штук и салфетки сам между большого такого размера ментас по 39 рублей ментас обожаю как всегда когда фикс прайс захожу его беру так вот вот такой мини закуп закуп из фикса сейчас покажу еще из пятерочки сразу из пакета чтобы показать соус майонезный постоянно его там покупаю для запекания самое то маслица растительная рафинированная для жарки как раз закончилась я вот вспомнила кокосовое молоко я последнее время просто целыми днями пью черный чай с кокосовым молоком так вкусно это поэтому вот газировки упаковка я естественно не стала сюда ставить ну вот такая нам нравится пилигрим талая вода очень хорошая постоянно ее покупаем муж выбрал себе овсяное печенье почитала составы вот кстати а я пряники выбрала почитали составы вот все что там есть пятерочки любых марок и любых ценовых категорий с одинаковым составом не знаю что за прикол но раньше как-то от цены состав что ли зависело сейчас такого нет поэтому решили просто взять красная цена и тряники и овсяная и попробуем не знаю насколько они вкусные на первый раз если честно это просто ради интереса решили купить и посмотреть если какая-то разница вообще то что одни стоят 120 другие 62 раза неужели там такая разница вкусовая потому что состав одинаковый я думаю что разницы никакой не будет ну посмотрим может и будет еще удон пятерочки вот такой пшеничный купила у нас всегда хорошо уходит со всякими вот добавками можно делать пусть будет так что еще холлс пятерки купила со вкусом мяты без сахара он более ядреный чем ментос это так сумочку с собой тоже иногда удобно и и вот такие конфетки появились с кокосовой стружкой мила ванила типа что-то наподобие рафаэлы только я так поняла без этого без миндаля внутри какая-то он видимо новинка вот такие какие-то конфетки с кокосовой стружкой мы будем пробовать такая упаковочка достаточно большая 150 грамм по-моему это еще не все еще мы купили в пятерочке фруктики купили виноград кишмиш у нас сезон он такой сладкий очень вкусный и сливы последний раз когда брали сливы в пятерке они оказались тоже сладкие вкусные нам понравились вот мы снова купили еще сливы и виноградик а еще сейчас я это все уберу и покажу что еще мы купили вкусняшку я говорила что мы мороженое будем брать но там не только мороженое какая вкуснотища малинка коробочка вкуснейшие малинки ну и конечно же к малинке решили взять пломбир на сливках будем с малинка его кушать а это мороженое положим тоже очень вкусный крем-брюлент до того классный не с малине конечно но пусть будет вот у нас такие магазины с мороженым называется славица очень вкусно мороженое вкуснятина скорее пробовать ну какова красота супер отправляемся пробовать мороженку нашу думаю будет очень вкусно выключу вытяжку чтобы вам было слышно я сегодня на готовила в общем наверно на два дня вперед у нас сейчас 12 часов а я только вот завтрак делаю ну тут сразу я я приготовила сразу и завтрак и обед и на завтра еще останется в общем у меня здесь это пшеничная каша полтавская которая крупнее я сварила ее сначала на водичке с солью, потом посластила, посахарила и добавила молоко, масло. И вот она у меня закипела. В принципе, можно уже выключать как раз ее. Это последнее, что у меня тут готовилось. Все. Кашку накрою. Вот захотелось мне кашу. Хоть уже обеденное время, но мне кашу хочется утренять. Также приготовила супчик. Супчик у меня гороховый. Вот. С гороховыми хлопьями. С копченым сыром. Зажарка там у меня. Лук, морковка, цукини. Вот. В общем, вот такой вкусный, ароматный супчик копченый. То, что он с копченым сыром. Вот эти палочки охотничьи. Также приготовила рис с овощами. Это одно из самых любимых блюд моего мужа. Он его все время заказывает и в ресторанах, и в кафе. Вот сама пожарила. Отдельно рис варила. Отдельно делала зажарку из цукини, морковки, лука и мангольда. И, в общем, затем специи всякие, соевого соуса немножко. И затем уже рис добавила. Вот такой вот получился рис с овощами. И также у меня здесь шаг. Тушеные овощи. Это... Ой, тушеный мангольд. Собрала сегодня в огороде мангольд. Тоже зажарка из лука, тушеный мангольд, сливочный соус, сушеные там приправы, чесночок, перчик и вкуснятина. Вот столько у нас сегодня еды. Прям, конечно, это очень... Столько времени это занимает. Прям вообще. Ну, зато... Зато завтра уж точно останется, наверное, часть тушеной зелени. Рис с овощами, суп. Можно будет какой-нибудь десертик приготовить и все. Садимся вкусненько кушать. Всем, кто тоже кушает приятнейшего аппетита. Всем привет! Это следующий день. И мы сегодня решили съездить по делам и заодно помыть машину. Вот, заехали на мойку. У нас, кстати, такие классные новости. Приехали мужа, родители. О, пена пошла. Видите, позади меня. Сегодня на мойке вот этой, которая, знаете, где, короче, самообслуживание такая быстрое. Сейчас хотим пеной залить и ополоснуть. И будет красота. Потому что у нас очень пыльная сейчас дорога. Дождей давно не было. И, короче, пыль стоит столбом. Быстро машина пылится. Решили ее чуть-чуть ополоснуть, так сказать. Вот, приехали мужа, родители. И приехали еще и не сами, а с крестным моего мужа. И получается, что, ну, еще крестного жена. Но она не крестная, но все-таки. Там, в общем, еще и гости и родители. Мы их не видели очень давно. Они уехали в мае. Причем в начале мая. Вот. Очень давно мы не виделись, соскучились. И планируем поехать вместе погулять. Поедем в Горячий ключ. Помните, мы ездили на канатной дороге. Кто смотрел во влоге, тот смотрел. Кто не смотрел, тот посмотрите. Мы ездили там новую канатную дорогу. Открыли в Горячем ключе. Она очень красивая. И на самом верху находится колесо обозрения. Это просто супер. Такие эмоции, впечатления. Ездили мы с моей мамой летом. Ну, родителей еще не было. А сейчас вот они приехали. И мы думаем, что будет масса впечатлений. И для гостей, и для самих родителей. Уже смывает все быстро. И, короче говоря, такой вот план. Мы думаем, что, наверное, на днях или завтра, или послезавтра поедем. Но еще в Горячий ключ. А сегодня мы сейчас еще заедем в Вайлберрис. У меня пришла куча посылок. И я очень хочу вам их все показать. Там очень много всего интересного будет. Вообще уже в сторону дома ехали. Ну, что-то решили зайти в овощной. Не тот, который около нашего дома. А в другой, потому что там я покупаю сухофрукты. В общем, мы заехали в овощной. Еще в фикс прайс. Как-то так неожиданно зашли. И сейчас еще в Вайлберрис заедем. Так что дома будет обзор покупочек. Так получилось, что сегодня еще у нас покупочки. Но, в принципе, вчера мы одно покупали. Сегодня совершенно другое. В общем-то, вообще, в принципе, нас долго не было. И после долгого отсутствия как-то все время что-нибудь докупаем. Так. В общем, начну с фикс прайса. Лейс Такс. Купили. Нежная сметана и лук. 169 рублей стоит. В фикс прайсе такая коробка чипсов. Вот такие еще взяли. Это домашние запасы. Пополняем вкусняшек. Хорошо, когда что-то лежит. Мы сейчас смотрим выжить в Дубае. И прям под них отлично чипсики идут. Рифленые сметана и лук. Тоже. Это я себе выбрала такие. Как-нибудь вечерком. Поедим вместе. А это муж выбрал. Мне вот эти с кетчупом не особо. Бульба называются. Со сметаной и луком не было. Поэтому я взяла такие. Он такие. Ну и вот такую еще банку. Пусть будут. Ну как всегда, конечно же, мятные конфетки Холс. Вот эти. Со вкусом мяты. Они очень-очень сильно мятные. Вот если вы любитель, то понравятся. Они, кстати, без сахара. Ну и Ментос. Классика. Вот. Так. Вот эти стоят 169. Вот эти 79. Эти тоже 79. Ментос 39. Я чек где-то потеряла. Но вроде все цены помню. Это тоже 39. Пюрешка вроде 50. Наверное. Да. Что-то в этом роде. Скорее всего 59, может. Чуть я не помню, по чем пюрешка. Кто помнит, напишите. Вот. Чек не нашла. Не знаю, куда мы его дели. Я всегда чек из фикс прайса. Прошу, чтобы вам рассказать цены. Вот. В общем, пюрешка, яблоко, груша и слива захотелось мне. Без добавления сахара. Так. Может 39. Не знаю. Так. Вот это я помню. 59 рублей. Мультипульти. Мне очень понравилась идея самоклеющаяся закладки. 8 штук. Вот. Она вот так приклеивается. Видимо, на постоянной основе. Я не знаю, можно ли ее потом отклеить. Может быть и нет. Но я хочу в книге. Поэтому, в принципе, мне в одну книгу одна закладка. Я книги люблю перечитывать. Поэтому пусть она там и будет. Я ее и отклеивать не буду. Скорее всего, они не отклеиваются. Я так думаю. В общем, вот такие вот 8 закладок. Был синий, красный и желтый цвет. Я выбрала желтенькие. Прикольная штучка. Берите на заметку. Размер 7 на 370 миллиметров. Будем пробовать. Я потом, как это будет выглядеть в книге, покажу. Ну и цена такая вроде, да? 59 рублей за 8 штук. По-моему, вообще нормальная шифра. Какая-то новая канцелярия интересная. Так, еще сок взяла. Не знаю, почем. Наверное, рублей 20, может 30. Ну, ананас, яблоко без добавления сахара. Какие-то сады придонья киц появились. Вот. Ну, это то, что в фиксе. Всякие вкусняшки. И еще в овощной магазин зашли. Я купила красный перчик. Может, снова нафаршируем. Посмотрим. Вот. Перчика захотелось мне болгарского. Фиников. Много взяли прям так. Ух. Ну, у нас... Вот. Муж, он очень любит финики. Вот. В каше, везде. Прикуску кушает. Нравится ему. Поэтому фиников много не бывает. Подсолнечные семечки сырые. Тоже много не бывает. Сейчас мы их еще и салат. Я обжариваю с кунжутом. И салатик посыпаю с баклажанами. Вообще улетают. Кстати, рецепт салата с баклажанами хрустящими я показывала. Посмотрите в предыдущем, кажется, влоге. Или в предыдущем еще. Ну, то есть вот. Или в последнем, или в предпоследнем. Яблочки. Как они пахнут. Я забыла, как называются. Дилишес, по-моему. Да. Вот. Такие вот вкусные яблочки. Изюм. Тоже взяла много. В кашки добавляет. Ну, опять-таки, пригодится. Может, какой-нибудь сладкий плов с яблочками сделаю. Посмотрим. И фрахмал. Фрахмал картофельный. Вообще весь закончился. И кукурузный. Взяла и тот, и тот. Пусть, как говорится, будет. Кукурузный использую для выпечки. Иногда для загущения чего-либо. Картофельный тоже там. Для киселей. Для каких-то... Ну, для загущения каких-то блюд. Поэтому пусть будет, так сказать. Вот такая вот закупочка. Еще мы купили снова воду упаковками. Вот. Хоть мы вчера и купили. Ну, короче, там, знаете, как было. Не было целых упаковок. И мы просто 4 штуки взяли. Я думала, мы брали упаковку. Но нет. Мы купили 4 штуки. Ну, мы реально за день каждый по одной бутылке выпиваем. Поэтому это очень мало. И мы решили докупить. Пусть дома будет. Вот эта пилигрима очень вкусная вода. Вообще качество у нее хорошее. Она талая. Там, с какого-то источника. Короче, классная. Мне нравится. Вот 2 упаковки еще водички купили. Так. Ну, и пойдемте покажу покупочки с Вайлберрис. Распаковала сразу все вещи, чтобы было удобнее вам показывать без упаковок. Вот. Посылочки. Купила футболку. Я, кстати, брала такую серую. И сейчас вот посмотрела. А брала я Эль. Мне очень нравятся свободные. Ну, померила. Вроде и МК нормально. Они не слишком отличаются. Это я покупала в твоё. Вот. Это такая оверсайз. И мне нравится. Чем свободнее она, тем, мне кажется, комфортнее и удобнее. В таком небесно-серо-голубом каком-то цвете. Очень красивый. Я еще такую уже, наверное, закажу в белом и черном цвете. Потому что у меня есть еще темно-серая такая графит. Вот наподобие как вот этот цвет. Вот. Я решила еще несколько заказать. То, что они очень удобные. И край мне нравится, что он не подшит. Так необычно. Здесь очень красивая горлышко. Аккуратная. В общем, вообще, в твоё. И это хлопок. Сто процентов. Вещи из твоё. Я очень люблю. Кто смотрит меня, знает, что я много чего заказываю на Вайлдберрис. Так. И еще лонгслив. Тоже М-ку взяла. Хорошо, что я взяла не больше. Да, мне в последнее время нравится брать большие вещи. Но по факту иногда я в них могу просто утонуть. Потому что, например, здесь рукава очень длинные. Это лонгслив. Он, в принципе, такой. У него такая особенность. Но, в общем, рукава прям длинные. Поэтому Элька бы точно не подошла. Но он тоже свободненько. И он такой чуть-чуть укороченный. Не слишком длинный. Вот. Мне это нравится. Буду носить с удовольствием. Кармашек здесь. На осень отличная вещь. Очень приятный к телу. Тоже хлопок. Все хорошо сшито. Горлышко тоже симпатичное. В общем, и такой цвет. Он, знаете, такой вроде фиолетовый. Ну да. Фиолетовый. Такой приглушенный. Очень-очень приятные цвета. Вот. Дальше. Что еще? Сумки. Я заказала себе две сумки новые. Одна. Ну, сейчас я еще с ней похожу. Я думаю, пару раз. Ну, оставлю ее, наверное, уже на лето. Одна вот такая белая. Вот так называется. Резин. Резин. Не знаю. В общем, вот так бренд называется. Мобайл Берес. У них классные сумочки. Очень стильные. Цена приятная. Вот. Рельефная сумка через плечо. Цвет айвори. Он, то есть, не прям белый. А такой, знаете, чуть-чуть. Ну, тоже приглушенно белый. Как чуть-чуть с добавлением молочного какого-то оттенка. Вот. Здесь вот такие крепления пластиковые. Ну, и она черно-белая. Смотрится очень стильно. Замок такой скрытый. И гляньте, какие вот такие штучки. Можно в две стороны открывать. Как симпатично выполнен. Сам замочек. Вот эти держатели. Мне понравилось. Ну, и вот такой вот ремешок. Ну, очень аккуратненько. Хорошая сумочка. Сейчас я открою. Внутри покажу. Одной рукой не особо это удобно делать. Поэтому. Вот так она хорошо сшита. Очень аккуратненько все. Сейчас здесь боку в такой кармашек для мелочевки. Ну, она маленькая по размеру. Так, вы знаете, летом телефон положить, помаду, зеркальце. Ну, вот. То есть этого будет достаточно. Хорошая сумочка. Мне очень понравилась. И вторая тоже этой же марки. Рисин. Ну, вот так выглядит. Она мне так понравилась. Это вообще. Называется она... Она тоже просто сумка через плечо. Из эко-кожи. Очень красивая. Вот так вот сделаю, чтобы вам лучше видно было. Посмотрите на ремешки. Качество. Как все выполнено. Просто шикарно. Вот. Очень красиво. Ну, качество просто на высоте. Мне очень понравилось. Вот. Еще дополнительно. Кошелечек. Для мелочевки. Мне вот нравится сюда. Ключи удобно было класть. Когда мы жили в квартире. У меня здесь лежали ключи. Когда мы живем в доме. Сейчас ключи у нас просто... Это у мужа в сумке. И я с собой их не ношу. В квартире я сама могла куда-то выйти. Ну, сходить там. А здесь мы все время на машине. Поэтому у меня такой необходимости нет. Но все равно. Сюда можно положить карточку, например. Либо, ну, что-нибудь. Какую-то мелочевку. Это удобно. Это однозначно удобно. Вот у меня уже была такая сумка. Кроссбоди. И мне очень понравилось. И я вот решила еще одну заказать. Симпатично. Все тоже выполнено. И здесь, смотрите, какой замочек аккуратный. Ну, очень красиво. Вот, правда. Просто шикарная сумка. Сейчас я покажу, как внутри. Вот так внутри выглядит. То же самое, по сути дела. Здесь... Это мусор. В общем, такой вот кармашек. И большое отделение. Это чуть-чуть побольше, чем белое. Ну, немножко, но все-таки. Планирую ходить с ней зимой. В черном цвете. Идеально. Я очень довольна. Кто носит маленькие сумочки, обратите внимание. У них и цены очень приятные. И качество вообще великолепное. Так, и я заказала простыню. Простынь на резинке. Мы уже брали этой марки, поэтому могу ее порекомендовать. Вот у меня даже сейчас постельная. Там у меня... Вот это простынь на резинке. Вот, в белом цвете. Она отлична по размеру, потому что, знаете, мы столкнулись с тем, что... Не все, кто пишут размер, он не всегда совпадает. 180 на 200. И вот 20 ширина. Такая вот резиночка аккуратненькая. И сама простынь. Вот есть у меня их марки белая. Теперь взяла еще и в цвете графит. У нас есть такой комплект, который это подойдет. Вот. Называется Jersey Brand. Это, наверное, номер на Wildberries, чтобы их найти. Если кому интересно. Ну вот. Хорошее качество простыней, натуральный хлопок. Резинка не растягивается. В общем, я довольна осталась. Вот такие покупочки с Wildberries. Были у меня сегодня. Это все в стирку сейчас отправлю. Здесь эти штучки срежу. И уже хочется скорее эти сумки носить. Красота. Всем привет. Это новый день. И сегодня мы едем гулять. Едем с родителями. Я рассказывала это во влоге. Вот. Мы едем с родителями мужа. Мы еще, кстати, не виделись с момента их приезда. И с мужа крестным и его женой. Вот. Поедем их горячий ключ. Они уже уезжают на днях. Поэтому, ну вот, решили съездить и увидеться. И провести вместе время. Вот. Ну, родители, естественно, остаются. И мы с ними еще куда-то поедем обязательно. У нас сейчас такая великолепная погода. Знаете, когда спадает жара весной и осенью, мы очень активно путешествуем. Потому что летом у нас просто невыносимо. Когда 50 градусов, и ты выходишь как в духовой шкаф. Просто испепеляет, изжигает. И доходит до 60 иногда. Ну, нереально жарко. И поэтому нет особого желания куда-то ехать. Вот. Потому что куда бы ты ни поехал, везде жара. Мы, конечно, ездили несколько раз в лес и были на море в Анапе. Но, блин, это невыносимо. Поэтому мы всегда больше путешествуем весной и осенью. Вот. И сейчас поэтому в такую прекрасную погоду поедем в горячий ключ кататься на подъемниках. Кто не смотрел, посмотрите. Был уже такой влог. Мы ездили с моей мамой и катались уже. Но поскольку нас это очень впечатлило, там классно. Мы решили, что в любом случае, когда родители приедут, мы тоже съездим еще раз. Поэтому вот этот день настал. Там канатная дорога. Прямо на самый верх. И наверху колесо обозрения. Канатная. И на нем мы там будем кататься. Ты взял, да, кто-нибудь тепленький? Нет. Деньги взял. Главное, да. Это главное. Я взяла еще с собой кофту, потому что, мне кажется, что в горах может быть. Быть прохладно оказаться. Хотя сейчас я в футболке и в легких таких брючках летних. Но на всякий случай кофту взяла. Говорю мужу, возьми тоже. Он говорит, не хочу. Главное, чтобы не замерз. Вообще сегодня обещают 27 градусов. Поэтому я думаю, что будет тепло. Но на всякий случай я подстраховалась. Так, ну что, выезжаем. Нас уже ждут. Вот. Мы сейчас заедем к родителям. Они поедут на своей машине вчетвером, а мы вдвоем на своей. Вот. И они, кстати, еще нашу новую машину не видели. Сейчас будем хвастаться. А еще я очень хочу кофе. Сейчас мы заедем в Пятерочку купить кофе. Мы хоть и позавтракали, но никакой горячий напиток я не пила. И кофе хочу. Так, мы уже в Пятере. Делаем кофеек. Я большой, американо. Буду. А муж просто классический еще будет. Делаем кофеек. Знаете, как удобно здесь делать? У нас, кстати, новая Пятерочка открылась по дороге тут. Здесь терминал отдельный. Можно на кассу не ходить. Здесь сделать, оплатить и идти на выход. Ох, какая красота. Как я его жажду. Еще молочко купили, кокосовое. Потому что мне нравится больше в свой напиток. Ого, какой он огромный. Да блин, он останавливаться будет? Как его я закрою вообще? Блин, надо было тоже 230 брать, а не 320. Ну ладно. Так. А может я тогда второй? Не знаю, ладно. Да, 230 точно. 230. Вот. Я люблю добавлять растительное молоко. Не делаю здесь ни капучино, ни латы, если есть такая возможность. Потому что мне больше нравится с растительным молоком. Ну нам обоим. Так, что нам надо? А нам ничего не надо. Салфеточку возьмем. И крышечки. Салфеточки. Крышечки. Мы без сахара пьем, поэтому палочки нам не нужны. Чаек еще можно сделать. Черный, зеленый. Прикольно. Так, ну что, мы уже едем. Мы заехали за родителями. Вот и все вместе движемся. Они позади нас. Впереди показываем дорогу. Уже чуть-чуть, и мы будем горячим включаться. Сейчас, в принципе, от Краснодара-то близко. Километров 10, может, да, всего до Краснодара. Ну, я не мерю. Например. Может, может, лежит через сайт. Ну да. Как мы доехали. Вот она, канатная дорога наверх. Называется это все дело Дыхание гор. Сейчас мы припаркуемся. Покажу поближе. Вот она. Касса. 1200 стоит взрослый. 600 льготный – это пенсионерам. И детский – 500. Ну что, мы уже едем. Впереди родители. Внизу. Позади крестные. Едут. Вот так вот. Красота. Мы очки предусмотрительно одели. Потому что солнце. Солнечный денек. Жаришка. 27 градусов. Самый кайф покататься на подъемниках. Ай, виды какие. Красивые. Эх, хорошо. В тот раз у меня как-то страшнее было. В этот раз уже попривыкла. Кайф. Ну, вы за ко. А, букашки еще эти. Тут уже прям, да, так деревья пожелтели. Видать, здесь похолоднее в горах. По ночам. А позади смотрите, какой вид. Так тут какой-то прохладный по ночам. Вообще шикарный. Да, тут ночами холоднее. Тут всегда же холоднее, даже летом. Класс. О, какая красотища, да. Ухожено так. Тут очки больше нужны, чтобы жук в вас не попал. Ага, да. Класс. Летают. Вот, и теперь колесо. На самом-самом верху. И с него обзор, конечно, все видно. И весь горячий ключ. Красиво. А он дальше снимает. Я же снимаю. Да, я на спине. Ну, колесо большое. Высокое, конечно. Такая территория облагороженная. Все очень симпатично. Вот так. Выше. Выше. А, выше. А я выше. Так, мы уже на колесе. И вот эти жучки. Дали тряпку, чтобы отмахиваться. Вот это сервис, да? Да. Дают тряпку тебе у входа, чтобы отмахиваться. Да. Просто вообще, конечно. Это напрягает, если честно. Вот их, смотрите, сколько они сверху. Вообще они повсюду. Какое-то нашествие. Летом такого не было. Ну, главное, вид. Да, ладно. Вон он там впереди. Шикарный, да. Вот, поднимаемся потихонечку вверх. Каждый поехал по двое. Мы наверху сейчас всех увидим. Да, через кабинку решили ехать. По двое человек в кабинке. Крестная с крестным. Мама с папой и мы. Через одну кабинку, чтобы, ну, видимо, равномерно распределять тяжесть. Вот еще кто-то идет. Вот, видите, вот эти жучки. Повсюду тут они ползают. А вот это вид. Да. Посмотрите, какая красота. Сверху можно посмотреть всю территорию, горы. Просто вау. Да, вот наверх поднимаешься, их нет. Весь горячий ключ как на ладони. Не, не, а, не через одну же. Впечатляюще. Ага. Море видать там? Море далеко. Вот, видишь, весь горячий ключ. Угу. Красота неописуемая. Горы. Вот такой вот вид. Спасибо. Вот весь горячий ключ. Ну, красотища же. Этот вид стоил того. Хотя, конечно, нашествие жуков мы не ожидали. Ой, как высоковый, да? А за теми горами моря. Вот там. Вот там. Вот с той стороны. Мы едем уже в обратную сторону. Вот можно хоть обратить внимание, какой вид. А что, да, мы ехали, не было этого видно. Все это и вот тут. Вот и вот так вот там. Вот так мы едем. Красота. Людей сегодня столько. Прям общая. Назад такой ветерочек прям поднялся. Он уже провисает? Вот с этой дороги мы приехали. Угу. На внизу. А через эти горы мы приезжали? Да. Прямо сквозь лес? Да. Вот это вид. Очень красиво. И уже тут вот желтеет. У нас в Краснодаре все зеленое, а здесь уже желтенькое. Тоже красота. Второй раз едем на этой канатной дороге. Просто класс. Рекомендацион. Только главное, чтобы не было букашек. А то, конечно, не прикол, когда они липнут. Вот тут понятно, как высоко мы на самом деле. Вот аж там дорога. Вот там река. И вот столько мы проехали уже. Оттуда с самой высоты приехали. Виды здесь, конечно, потрясающие. А? А? Какой вид? Ага. Высотища. Мы сейчас пойдем вот туда гулять. Ага. К петушку. Вот это петушок в горячем ключе. Потом еще там у крестного родственники в горячем ключе. Мы еще потом сам горячий ключ будем, кстати, заезжать. Ну, сейчас пойдем здесь погуляем. По аллее. Это вот туда. Дальше. Мы зашли наверх. Такая тропа. Вот туда мы пришли. По тропе. И наверх вот это, что я показывала, петушок. Что мы сюда пойдем. Вот мы дошли. Вот мы наверху. Тут беседка. Вот так на самом петушке. Это же вот там его гребень, да? Самый край? Блин, нет. Там ниже. Еще ниже пару ступенек вот там. Угу. Красота. У нас уже пятый час. Даже можно сказать. Мы уже прогулялись по аллее в горячем ключе. И заехали вот к родственникам. Да. Сейчас вот поедем кушать. Думаем в пиццерию поехать покушать. Вот такой вот план. Пока что у нас. Сейчас посмотрим. Тут это, Дуду пицца рядом есть. В горячем ключе. Вот, наверное, поедем кушать. Так, мы уже в Дуду пиццу. Выбрали четыре разных по половинкам. Самые большие, какие есть. Но мы в Дуду ни разу еще не кушали. Еще купили всякие там колу, кофе, кто что будет. Ждем наш заказ, в общем. У нас время полшестого. Мы уже едем обратно. Тут и фермы альпак, и верблюжья ранчо. Развлечений-то в горячем ключе, да? И на море ехать не надо. Гляньте, какое небо красивое. Все любят море, кто-то любит просто тихонько птичек послышать поутру, а не голдеж, людей. Ну да. Значит, посмотрели, от горячего ключа до Краснодара 49 километров. Ну, в общем, это достаточно близко. Я считаю, что такая прогулка вообще великолепно. И ехать рядышком, и много всяких развлечений. И вообще прекрасно, всем понравилось. Влог получился за несколько дней. По-моему, он супер длинный. Но в последнее время у меня все влоги длинные. Кстати, напишите об этом подробнее. Нравится ли вам такой формат, что влоги стали выходить реже, но длинные. Раньше были покороче, но чаще. Мне нравится, вот неудобно. Надеюсь, что и вам нравится. Так что спасибо за просмотр. Спасибо, что посмотрели это видео. И увидимся в следующих видео. Всем счастливо. Подпишитесь на канал, кто не подписан. Вот какой закатный, позади нас красивый, розовый. Вот, подпишитесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.